Гидрокостюм, ласты, оборудование весом в 20 килограммов, тяжесть которого в воде не чувствуется, а также верный напарник. С таким обязательным набором можно погрузиться в воду, чтобы очистить дно от мусора. А запаса кислорода в баллоне достаточно, чтобы проводить эту работу не спеша, внимательно и ответственно. Все достаточно издевально, все зависит от того, на какую пойдете глубину, все зависит от того, как хорошо, часто и сильно много вы дышите. Ну, приблизительно на данной глубине, на 40 на час точно хватит. Специалисты Самарского клуба дайвинга в Международный день очистки водоемов погружались в Волгу в районе соединения с рекой Сок. Очищали береговую линию и дно недалеко от берега. В основном достают из воды бытовой мусор, фантики, обертки и бутылки. Но иногда приходится напрячься, поднимая сейфы, ванны, а чаще всего якоря и автомобильные шины. Когда идет погружение, мы всегда, если есть возможность, и видим какой-то мусор, мы всегда его с собой забираем. Просто Международный день – это просто большое мероприятие, которое призвано для того, чтобы привлечь внимание к очистке водоемов. Этой работой самарские дайверы занимаются давно. Самые массовые выезды иногда до 50 человек проводят как раз в начале лета, чтобы в дальнейшем весь сезон и отдыхающие могли наслаждаться природой, и самим дайверам было приятнее погружаться для исследования удивительных мест волжского русла. Прелесть есть у каждого водоема. У нас на Волге достаточно интересных и красивейших мест, где есть и коряжники, где есть и крупная рыба, которую можно посмотреть, увидеть воочию, как она ведет себя в естественной среде. То есть, ну, это специфика. У каждого водоема есть специфика. У Волги есть своя прелесть, своя изюминка, которая неповторима по сравнению с другими водоемами. Одна из самых важных вещей, отмечают дайверы, это благодарность от отдыхающих, поскольку они замечают эту работу и в следующий раз уже подумают, прежде чем оставлять мусор на берегу или бросать его в воду. А значит, и вода будет становиться чище. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.